Всем привет, меня зовут Илья и в этом видео мы с вами научимся играть одну очень крутую песню, одной очень крутой известной британской вокалистке. Песня, так сказать, в топах Чарта и сама певица тоже во всех топах, грэмми, множество грэмми, крутая музыка, в общем, и крутая партия, которую очень много снимают, особенно на англоязычном ютубе. Эту партию очень любят бас-гитаристы, тем более бас-гитарист этой певицы играет на присижение, что, соответственно, не может нас оставить равнодушными, и мы беремся сегодня за эту партию. В этом видео мы с вами, дорогие друзья, не просто научимся играть эту песню, правильно тыкая пальцами по грифу, но и разберемся, разложим все по полочкам, разберемся, за счет чего получается грув, за счет чего получается кач, за счет чего получается фирменная, овер-супер запоминающаяся партия, хитовая, которую переигрывают басисты по всему миру. Попробуем здесь разобраться, на что стоит обратить внимание, по ритму, по нотам, как это все обыгрывается и так далее, и так далее. Я думаю, что эта информация... Мне лично было интересно, когда я это делал, для себя что-то подчеркнул, естественно, когда я готовил это видео, какие-то для себя выводы сделал, где-то прокачался, где-то что-то вспомнил, это очень полезно. Я думаю, что вам будет тоже полезно, используя, особенно если вы будете играть свою музыку, используя все, что я сегодня буду говорить, и тем самым прокачать свои линии, прокачать свою музыку, более сделать ее грувовой, правильной и в канонах жанра, в канонах фанка, в канонах вот этого всего, так сказать. Мы разберем, я разделю, точнее, эту песню на три части, три грува, она состоит из трех частей, последовательность смены аккомпанемента, грува, риффов последовательных. Мы разберем сначала первый, потом второй и третий, и разберемся, как это играется, зачем это играется, почему это играется, и вообще, что происходит. Итак, давайте начнем. Наша сегодняшняя песня начинается с затакта, а точнее со слайда, как и миллионы других песен, как этот слайд играть. Нам надо сделать подъезд от третьего лада к пятнадцатому и обратно, но не просто сделать подъезд, а сделать это в нашем ритме, то есть не просто абы-кабы. Во-первых, надо правильно начать. Начать надо на три и. Раз, два, три. И выйти в нашу тонику, выйти в первый аккорд. И это надо сделать ровно, и ни в коем случае не раньше, ни в коем случае не позже. Это очень важно, иначе будет непонятно что. В общем, я рекомендую делать здесь, опять же, это зависит от баса, например, у кого побольше ладов не на фендере, там может быть удобно указательным делать, но на фендере я бы делал средним пальцем, ставил на третий лад четвертая струна и до пятнадцатого лада, от соль до соль. И вышли в нашу ми, с чего все начинается. Итак, начнем, естественно, с первой части, куплет, с чего все начинается. Здесь у нас скрыто огромное количество для нас информации по пульсации, по длительностям, по грубам, по аккордам, по стилю и тому подобное. Здесь все закладывается. От этого зависит все, что мы будем играть дальше. Давайте разбираться. Во-первых, это аккордовая последовательность. Очень важно, потому что вокруг аккордов, которые в этой песне, мы строим нашу басовую линию. Она строится вокруг именно их. Значит, первые четыре аккорда у нас будет ми минор. Я берусь семерочкой. Малый минорный септаккорд. Звучит хорошо, потому что. Дальше. Си минор. Тоже берусь семерочкой. Дальше. Соль мажор. И ре мажор. Вот такие четыре аккорда. Послушали, примерно понятно, что это будет. Примерно понятно. Как обыгрываются первые два аккорда в этой песне? Мы сейчас обыграли ми минор и си минор. Здесь сразу понятна пульсация песни. Это шестнадцатый. И мы в голове ставим счетчик на шестнадцатый. Раз-два, 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 раз-два. И все от этого у нас работает. Но не все так просто. Здесь есть и восьмые ноты. И очень важно соблюсти это чередование шестнадцатых и восьмых. И четко понимать эти длитности. В нотах я записал шестнадцатый как восьмая с точечкой, которая обозначает, что в половину меньше длительность. Для того, чтобы не оградить постоянные какие-то паузы. Это проще. Я часто так делаю. Записываю именно там восьмая с точечкой внизу. Получается как бы стакката. Такой стакката в два раза меньше длительность. В общем, давайте разберемся. Здесь у нас первые две ноты. Это шестнадцатый. И третья нота мы ее играем чуть держим дальше. Это восьмая. И здесь надо четко понимать. Несмотря на то, что у нас есть паузы, но мы играем здесь шестнадцатый и восьмые. И они звучат по-разному. Третью ноту я ее немножко продлеваю до восьмой. И это надо понимать, потому что вся песня в этой пульсации. Если это не понимать, то это все. Это не прозвучит. Это не будет грубо. И это профнепригодность. Поэтому здесь четкое разграничение. Восьмая и шестнадцатая. Далее у нас играется соль мажор. Соответственно, соль мажор. Обыграем тонику ре. И в конце у нас мы играем в басу ноту ля. Здесь мы соединяем, опять же, аккорды наши ми шестнадцатыми. Шестнадцатыми нотами. Это можно сделать, это как проходящие ноты. Можно либо сделать двумя пальцами. И указательным. Можно взять одним пальцем. Но мне лично удобно играть двумя. И здесь четко мы не сможем сыграть, например, ровно вот этот затакт. Ровно вот эти проходящие ноты к аккорду. Если мы не чувствуем внутри шестнадцатые. Раз-два, раз-два, раз-два. Ра-та-та-та. Вот эти шестнадцатые движения. И вокруг этого у нас строятся наши басовые линии. И тем самым мы соединяем наши аккорды на основе шестнадцатой пульсации. Второй квадрат куплета. Второе проведение играется не так, как первое. Добавляются ноты. Давайте разбираться. Значит, первый аккорд у нас также ми минор. Вот таким образом мы обыгрываем аккорд наш си и приходим в соль. Значит, первый аккорд у нас в той же пульсации. Здесь мы делаем, когда мы приходим в тонику си, делаем нашу октаву, играем шестнадцатыми. И делаем такой слайд мизинцем, захватываем указатель ноту ре и через си приходим в соль, в тонику. Четко в шестнадцатой пульсации. То есть, звучит это еще раз так. Вот таким вот образом. Музыка. 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 Плавно переходим ко второй части Этой песни, это бридж или связка Если можно так сказать Здесь та же самая аккордовая последовательность И те же аккорды, это ми Собственно тоники, ми, си, соль и ре Все как бы то же самое Но риф видоизменяется, он немножко другой Это такой прием очень часто используется Когда у нас песня состоит из последовательности Рифа, рифов определенных Или одного рифа, который видоизменяется Чуть-чуть, добавляется нота, убирается нота Это такой простой один из вариантов, как можно делать Аранжировки Кто-то по-разному относится к этому Кто-то я знаю негативно, кто-то позитивно Но это зависит от контекста Где-то это работает, где-то нет То есть такая вот последовательность рифов Просто меняют друг друга Здесь, опять же, это исходная наша Ну так сказать, произвольная Это первый наш риф, от него все исходит Но играется немножко по-другому Значит чуть поменьше нот Но здесь также есть сложность Мы добавляем слэп Добавляем игру подцепа Опять же, на вопрос о том, как использовать слэп В аккомпанементе, как использовать слэп В повседневной игре песен Вот, пожалуйста, вам пример Можете попробовать и сами использовать Некую подобную формулу Подобную макету для своих партий И добавлять вот этот подцеп Так, смотрю в ноты Смотрю в ноты Значит, у нас идет подцеп Соответственно, на 3и Давайте разбираться Значит, давайте первые два аккорда Первые два аккорда Также у нас ми и си Давайте смотреть И делаем подцеп на аккорде си Через октаву Опять же, здесь чаще всего Вам придется двигать руку То есть вы извлекли октаву Сдвигать немножко руку в сторону грифа Убирать от датчика К примеру, на прессе я отчасти играю над датчиком Но даже если вы играете на джазбасе, например То все равно, скорее всего, будете играть над датчиком Поэтому вам будет датчик делать Как бы мешать делать подцеп Поэтому в любом случае у вас движение правой руки будет Вот такое вот упражнение Можно обыгрывать любые аккорды Вот таким вот образом Это все, естественно, надо сделать в ритме И под метроном Если вы играете без плюса Это мы обыграли первые два аккорда ми и си Далее мы приходим в наш соль И опять наш квадрат начинается заново Последняя третья часть данного музыкального произведения Концовка, кульминация всей песни Самая эмоциональная часть Самая громкая, не побоюсь этого слова Здесь меняется многое Например, аккордовая последовательность Но не меняется пульсация песни Она остается той же Шестнадцатые и восьмые ноты Чередование все тоже Но меняются аккорды Давайте разбираться, как играть Первые два аккорда у нас Си минор и ре Ре мажор Сохраняю ту же пульсацию Наши чередования Шестнадцатые и восьмые Вот так мы обыграем первые два аккорда Си и ре Далее у нас идет аккорд Идет синкопа И два аккорда играется рэ ми И потом играется фа диез и соль Вот такие два синкопированных аккорда Вообще характерно Для музыки дуэлипы Вот эта фанковость И многие такие удивляются Ничего себе вроде бы там Современная европейская пица Столько фанка Столько вот этого движения Я почитал немножко истории И выяснил, что она работала С продюсером Бруно Марс Естественно и очень чувствуется Вот эта фанковость Американской музыки И здесь это присутствует в полной мере Вот эта вот тема с синкопами Синкопированные аккорды И вот здесь вот Причем очень классно подобран бас И если судить по записи По записи этой песни В оригинале Не то, которая на концертах играется А в оригинале То здесь синт записан Бас вместе с синтом То есть какой-то лейер Но мне так кажется Что слой с синтом сделан И возможно бас Изначально был написан на синте Потом сыгран Естественно для живых выступлений У меня такое подозрение есть Что в реальной записи В студийной В студийной Точно есть синт То есть какой-то слой Может быть реальный бас Тоже записывался Не знаю В общем Такое влияние Бруно Марса Фанка Вот этого всего Чик Вот этого вот Фанка старого Джеймс Браун Здесь такая партия Классная синкопированная Вот Давайте разбираться Как мы обыграем Синкопу ре и ми Значит опять же Пятый лад И седьмой лад У нас Третья и четвертая струны Играются Две шнадцатые Делается вот такой слайд На ми От мизинцем От нашего седьмого лада Третьей струны До Девятого лада Вот таким вот обран Вот такой слайд Очень кайфово звучит Особенно на прессе Когда вот На прессе играешь Такие штуки Это просто Ну не передать Не передать словами Вот эти слайды На прессе Ни на одном басу Так не звучат Как на прессе Значит И далее У нас идет Шестнадцатая Вот такое движение Мизинец Опять же меняем Меняем позицию Мизинец Ставим на пятый лад Третья струна И делаем такие Такую Как бы Проходящие ноты Шестнадцатым Вот таким образом А на этом сегодня все Дорогие друзья Мы сегодня с вами научились Играть крутейшую Басовую партию Расширили свой Музыкальный репертуар Свой музыкальный кругозор И стали однозначно Лучше и скилови И наша музыка тоже Будет из-за этого Грулови и круче И наши басовые партии Станут еще круче Однозначно Поэтому Предлагаю подписаться На мой канал Предлагаю поставить лайк Обязательно Вот Всем любовь, доброта А я пошел дальше Делать видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok